привет друзья а вот уже у нас сорок седьмой выпуск про карты разные 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 которые присылаете вы мне мои дорогие подписчики я отбираю самые интересные и собственно вы попадаете в выпуск про эти самые карты ну что готовы смотреть очередной выпуск про карты тогда начинаем поехали первую карту нам прислал даниил карта европы в период первой мировой войны первая мировая проходила с 1914 по 1918 года одна из самых широкомасштабных войн в истории человечества на этой карте как раз мы и видим противоречия которые развернулись между европейскими коалициями и государствами антантой россия англия франции тройственный союз германии австро-венгрии италии эта война началась европе постепенно приобрела глобальный характер охватив даже дальний ближний восток африку акватории атлантического тихого северного и ледовитого индийских океанов как мы видим на этой карте за серби вступилась россия медведь до нападает россия обещала поддержать еще и франция мы видим французы тоже до атакуют орла германия же потребует россии прекратить мобилизационные действия в результате объявила войну россии также франции великобритании бельгии собственно эти события мы видим на этой карте до следующую карту на прислал максим это такая альтернативная карта мира 2020 года если бы советский союз так сказать дожил до наших времен коммунисты весь мир бы так сказать захапали да здесь даже внизу мы можем посмотреть хоть эта карта альтернативное событие до которые происходили с 1915 года владимир ленин сталин мао дзе дун и так далее в общем весь мир стал ссср россия ссср в африке ссср везде ссср одни советские социалистические республики даже микронезия ссср стала япония ссср корея монголия казахстан германия ну все 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 страны вот так бы выглядел мир если бы коммунисты так сказать завладели все планеты до следующую карту нам прислал ваня кстати ваня он же мэпер джермани привет макс привет вать собственно он нам прислал две карты эти карты и довольно таки грустные эта карта до и после взрыва атомной бомбы хиросиме и нагасаки немножко вам напомню это были единственные два в истории человечества случае боевого применения ядерного оружия осуществленные вооруженными силами соединенных штатов америки на завершающемся этапе второй мировой войны утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик b-29 аналагай названы так по имени матери командира экипажа полковника пола тибетса сбросила на японский город хиросиму атомную бомбу литл бой эквивалентом 13 до 18 килотонн тротила а уже 9 августа та же участь постигла меньше по размерам и значению город японии нагасаки так вот а на этой карте мы собственно мы видим город нагасаки сверху до и после применения ядерного оружия ужасные последствия разрушения жутко осознавать да что здесь все просто вычищено выжжено ничего не осталось от города примерно так же выглядит и город хиросима вот собственно хиросима также до и после взрыва атомной бомбы слева вы видите город в рассвете сил а справа руины и собственно пустошь жуткие кадры правда я даже смотрел документальный фильм в эпицентре взрыва люди просто ки превратились в пыль остались только одни очертания от людей на асфальте и на стенах вот такое ужасное ядерное оружие дай бог чтоб больше никогда такого не произошло следующую карту нам прислал антон здравствуйте я сделал еще одну карту карта религии эту карту собственно антон сам составил и обозначил на карте распространение религий 15 века северной америки распространен был тотемизм на туат или майя южной америки инти анимизм в африке с унизом европейской части католичества как мы видим православие сунизм в индии индуизм восточной части евразии собственно у нас конфуцианство синта изм и так далее в общем вот такие вот разные религии были следующую карту нам прислал александр да это карта россии как вы видите ну эта карта россии народов россии кроме русского в общем велась перепись населения в россии несколько лет назад собственно можно было определить у каких регионах и где живет больше всего людей не русской то есть по большей части как мы видим здесь у нас много украинцев даже немцы есть казахи армяне да очень много татар ну и остальные национальности которые вы можете увидеть на этой карте достаточно как-то выглядит странновато правда следующую карту на прислал тезка максим он тут для нас составил карту мира собственно стран которым не страшен апокалипсис на основе собственно моих видео которые выпускал африка красным обозначена потому что всей африке не страшен апокалипсис собственно видео я делал также вы можете посмотреть на канале во многих странах мира я уже в шутку устроил апокалипсис надо бы кстати продолжить эту рубрику и сделать еще выпуски стран то очень много правда почему бы нет но максим собственно большое тебе спасибо за то что составил такую карту я даже как-то не задумывался на самом деле сколько стран уже сделал апокалипсис а их много получается но так вот следующую карту нам прислал человек так сказать без имени просто привет и прислал нам карту котиков да 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 а точнее как переводится на национальный язык слова код в странах европы в россии код собственно беларусь код украина кит латвия как из эстония касс финляндия которой нету шучу конечно в общем финны киса прикольно кстати киса немцы каце но немца все жестко язык такой жесткий вообще каце каце французы чат британцы кэт у них испанцы готов также итальянцы джато или джато наверно да не готова джато турки кеди называют какой кеди маленький кеди лохматый пушистый кеди сербия мачка вот самое забавное знаете вот матчка мне нравится кстати в чехии . болгарии котка ну вот так вот был прикольно следующую карту написала татьяна эта карта как европу видят американцы мы уже многие страны посмотрели как они видят собственно европу да но дошла очередь и до американцев британцы у них мама ну да родная мама блин ничего не скажешь португальцы у них бразильцы испанцы мексиканцы у них но видимо похоже да итальянцы крестные отцы турки индейка на день благодарения а вот украина беларусь россия почему-то у них коммуняки в общем все коммуняки почему-то даже молдаване тут коммуняки потом идет какая-то буферная зона и даже есть логово дьявола ну про германию я не буду говорить здесь как-то все пошленько но и над французами что-то они не очень хорошего мнения французов а скандинавы у них вообще союз социалистов вот так вот видят американцы европу следующую карту нам также прислал максим но только другой максим в общем на этой карте обозначены чем темнее цвет страны тем больше там обитает различных ядовитых животных самые темные черные места больше пятидесяти видов до разных там ядовитых животных а чем светлее тем меньше ядовитых животных в этих странах как мы видим я очень много в индонезии в индии до в австралии в бразилии мексики в этих странах собственно очень очень много ядовитых хищников всяких я кстати видел какую-то передачу про австралию там реально гигантские такие пауки могут к вам залезть в комнату не просто жуть какая-то ну слава богу у нас вроде смотрю в россии да и в странах постсоветского пространства европа принципе канада до казахстан монголия тут достаточно мало всяких хищников ну и слава богу так что если поедете куда-то отдыхать какие-то страны это тоже имейте в виду немаловажный фактор потому что если хищник вас укусит то можно помереть следующую карту прислал давид это еще одна карта слов собственно как слово чеснок переводится на европейских языках по большей части чеснок так и переводится до например в британии горлик славянских таких до получается странах кросс нег чеснок чеснег чеснок 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 с в западной европе али али аль аль а лё а йо а ю а ло аль хо ну исландцев чеснок как всегда называется так что фиг вы говоришь хвитвау хвитвау кур чтобы не болеть надо кушать хвитвау кур и и еще одна карта давида с какими местами схож климат австралии в различных ее частях собственно север австралии схож по климату с индии центр сахара пустыня сахара да ну там в австралии на самом деле в центре то особо ничего нет тоже пустыни на юге собственно есть климат южной африки а на самом юге центральной талии климат на востоке климат бразилии аргентины и соединенных штатов а на западе мексики и также соединенных штатов вот так вот распределился климат в австралии ну и карта загадка от артема попробуйте угадать что же это за страна такая думайте самый залайканный правильный вариант я закреплю под видео через некоторое время все как обычно в наших выпусках ставьте лайк если вам понравился выпуск и подписывайтесь на канал bizar world и также конечно же пишите ваши комментарии по поводу увиденного может я где-то ошибся как всегда вы же у меня самые умные подписчики вы меня поправите всегда если что а у меня на сегодня все ставьте лайк и подписывайтесь на канал с вами был макс я же бизарыч увидимся в следующем видео пока пока друзья бизарыч увидимся в следующем видео бизарыч увидимся в следующем видео в следующем видео